Этот дом один из числа тех, что называют высотками на сотках. О том, что строение возводится незаконно, председатель уличного комитета Зинаида Заславская, она же хозяйка соседнего участка, заявила еще зимой этого года. С января месяца, когда началась эта стройка, ко мне приходили жители, мы составляли заявление. Куда я только не писала. Вы представляете, вот все эти документы. Я дошла до правительства Московской области. Здесь было очень много госнадзор по правам человека, куда писала. Все представители были абсолютно. Составили акт. На основании этого земельный отдел Дарья Сергеевна Калугина передали все в правовой отдел. Юристы очень долго этим делом занимались. Потом составили в суд заявление. Теперь в течение шести месяцев идет судебное заседание. Но было семь судебных заседаний. Ни на одно судебное заседание ответчицы любимого из Трукова не появились. Между тем, пока Заславская пыталась добиться справедливости, здание выросло до третьего этажа. За все это время поменялось 12 бригад строителей. Все они так пили здесь. Вот эти окна бросались, чего только не бросали. До дома Самойзина и до Алексеевны всего два с половиной метра. Эта близость стала роковой вдвойне. Произошло осыпание земельного основания и фундамент дома со стороны новостройки повис в воздухе. Кульминацией же истории стало падение стены строящегося здания. Трагедии избежали лишь потому, что хозяйка дома была в это время в отъезде. Падающие кирпичи повредили крышу, разбили стекла. Пенсионерка негодует, кто возместит ей ущерб и чего ожидать еще. Пока мы общались с Зинаидой Алексеевной, еще часть стены упала прямо на гараж. Ходить по собственному двору пенсионерке в прямом смысле слова опасно для жизни. Но бороться за свои права и права других жителей улицы Победы Зинаида Заславская готова теперь с удвоенной энергией. Я лично выехал на это место, встретился с Зинаидой Алексеевной. Понятно, ситуация неординарная. Администрация городского поселения обратилась в администрацию Ленинского района еще более трех месяцев назад, с тем, чтобы возбудить судебное разбирательство по факту незаконного строительства данного дома. Вчера была направлена бригада с территории участка Зинаида Алексеевны. Все бетонные деблоки были вычищены, убраны. Освободился проход вокруг дома. Реакция городской администрации действительно была скорой. Упавшие кирпичи убрали в тот же день. На следующий день разобрали и пострадавший гараж. Но история на этом не заканчивается. Ведь пока о прекращении строительства судебного решения не было. Татьяна Голубченкова, Алексей Ильин, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...